В новые здания за новыми знаниями. Так можно обозначить строительную политику последних лет. Действительно, какие объекты чаще всего стали возводиться в Карачаево-Черкесии? Школы и детские сады. И причина этого не только в развитии уровня образования на селе. Дело в том, что практически во всех аулах и поселениях негласным центром является именно школа. В ауле Гирюль-Дыук это здание почти с вековой историей. Ввиду такого эпохального срока эксплуатации, стены и фасад здания пришли в негодность. Школа буквально разваливалась на глазах. А вместо того, чтобы получать знания на уроках, ученики Гирюль-Дыукской школы считали новые трещины на потолке. Эту школу пытались заново построить или реконструировать дважды. Но оба раза находились причиной для откладывания и отмены строительства. Однако в 2015 году дело сдвинулось с мертвой точки, когда лично глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов посетил аул. И вот уже сейчас в ауле Гирюль-Дыук строится новое образовательное учреждение. Проектно-сметная документация готова, генеральный план есть. Строительство начато. Жители аула Гирюль-Дыук буквально на седьмом небе от счастья. Ведь уже на их глазах в родном ауле возводится новый образовательный комплекс. И о нем мы расскажем в новом выпуске программы «Капитальная стройка». Наша школа старая была построена в далеком 1925 году. Строили его наши деды на валах. Строили из скального камня. Ломали камень из скалы, привозили на валах, подвозили и строили. В 1925 году наша школа старая уже была сдана как бы в эксплуатацию, если так выразиться. Там было 4 просторных класса, учительская была, крыша была покрыта черной жестью, я помню. Как мы вернулись из депортации, я вот здесь, в этой школе учился. Очень много было детей тогда, порядка 500 детей тогда учились в этой школе. Очень плотные классы были, до 40 и более человек в одном классе. Параллели были. Ну, как бы то ни было, мы занимались, учились на том конце аула. Построили еще дополнительные школы такие, 4 класса тоже там были. И там занимались дети. Ну, конечно, все время вот этот вопрос стройки новой школы постоянно нас будоражил наши умы. Много было попыток построить новую школу, но все это как бы оставалось в вопросе постоянно. Вот, ну, не было, ну, я вам скажу, что и спортзала никогда тут не было. Ну, никогда не было ни спортзала, ничего. Нормальных условий не было. Всегда учились две смены. Вот. Она уже начала проседать. Школа в последние годы дала трещину, как бы, и приобрела к какой-то степени аварийный характер. Ситуация изменилась после выездного заседания главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова. В 2015 году во время своего визита в аул Гирюль-Деук глава лично подчеркнул необходимость строительства нового учебного заведения для Гирюль-Деука. И вот в 2019 году была составлена проектно-смертная документация и стартовала одна из самых масштабных строек всего Усть-Дегутинского района. Современные школы на 165 мест. Спустя 15 лет уже, вот, к нам уже глава КЧР приехал, Рашид Парис-Тимрезов, сам лично, глава нашего района, Мурат Оливьевич Лайпанов. Вот, Смородин был, ну, много товарищей было. Посмотрели, как бы, все, как бы, досконально все посмотрели и пришли к выводу, что надо строить новую школу. Как бы раньше проекты были такие, что они хотели привязать к старой школе, они старую школу не хотели валить, а хотели к ней привязать. Ну, в течение времени, наверное, и требования другие возрастают, поэтому, в конце концов, решили снести школу, что они и сделали. Вот, ну, уже конкретно было запланировано строительство на этот год, на текущий 2020 год. И вот, в апреле месяце мы сломали эту школу старую, и на его месте ребята, по-моему, если я пойму, не изменяю, это в мае месяце начали работать. Вот, уже, как бы, более современная, оснащенная по всем, как бы, параметрам, вот, который действительно соответствует всем требованиям образовательного стандарта, вот, строится современнейшая школа. Проект школы представляет собой большое двухэтажное здание с подвальным помещением, общей площадью более 3,5 тысяч квадратных метров. К слову, с гардеробными для каждого класса, кабинетами общественных организаций, неклассной и внешкольной воспитательной работы, столовой и пищеблоком, медицинским блоком, а также актовым залом. Практически вся территория школы – это площадка для оригинальных архитектурных решений. Проектом предусмотрены большие холлы. Детям точно будет где разбежаться, хотя для бега на пришкольной территории уже отводится место под спортплощадку для сдачи норм ГТО, поле для мини-футбола, площадка для баскетбола и волейбола, а также беговые дорожки с улучшенным оснащением и безопасным резиновым покрытием. Но все это в будущем, а сейчас рабочие только начинают реализацию больших план. По плану будут спортзал, учебные классы, на территории спортплощадка, мини-футбол, баскетбол, волейбол, беговые дорожки. Очень, в общем, в хорошем выполнении. И все, что, в общем, для школы все, что необходимо, все предусмотрено. Прежде чем строить школу, необходимо провести водные, тепловые и электрокоммуникации. К слову, водопроводные сети монтируются из труб диаметром 90 мм. В связи с сейсмичностью района, строительство под вертикальные участки вода предусматривает устройство бетонных упоров. Здесь также устанавливаются гибкие ставки на пересечении магистралей со строительными конструкциями между блоками административного здания. Пересечение трубопровода со стенами здания выполняется с зазором в 20 см. Из отделки отверстия в стене водонепроницаемым, газонепроницаемым и эластичным материалом. Коммуникации частично уже выполнены. Сейчас выполняется прокладка как раз газового провода, подводится. Дренажное устройство уже сделано. На подходе водопровод сейчас будет магистральный водопровод подводить сюда, и мы будем врезаться в этот магистральный провод. Прежде всего, строительство началось с разработки котлована и монтажа фундаментных блоков. Уже сейчас рабочие перерывают технический этаж, а на местах перерытия они уже ведут работы по укладке кирпича. К слову, стены новой школы будут утеплены минеральной ватой, которая не только сохраняет тепло и защищает от перегрева летом, но и не выделяет никаких токсичных веществ и практически не образует дым. Сам объект не является типовым. Над проектом школы работало несколько человек, настоящих профессионалов своего дела. Многие архитектурные решения уникальны, ведь территория школы расположена на склоне, и поэтому обустраивать фасад приходилось по индивидуальному проекту. Особенности существующего рельефа площадки под строительство предполагают необходимость уплотнения грунтовой подушкой из гравийного щебня толщиной 1 метр под большей частью здания школы. Для этого используется техногенный насыпной грунт с малой степенью водонасыщения. Оригинальным архитектурным решением также стало применение кровель различной конфигурации. Будут учтены требования по пожарной безопасности. При строительстве школы используют специальные несгораемые материалы. Искра не должна распространиться по помещению. К слову, позади новой школы обрыв, а перед ней трасса. И чтобы уменьшить риск несчастных случаев, рабочие огородят всю школу забором 2 метра в высоту. Немаловажная часть строительства – газопровод. Сейчас лесори ведут подземный газопровод, устанавливают подъезжающий газораспределительный шкаф и котель. Проблем с газом у новой школы точно не будет. Никаких сложностей таких нет. Все вроде выполнили. Подводящий газопровод выполняет газпром газораспределительные сети. Но это со следующего года, наверное, они начнут. Они тоже, я думаю, уложатся в срок. Единственное, остается площадка для установки котельной. И в основном у нас все испытания, опрессовка. Вот это остается. Возделывать объект, в котором будут получать знания дети, отратно для каждого строителя. В восторге от этой стройки и сам прораб участка. Однако без вмешательства пандемии никак. И поэтому с отмеченного графика начало строительства сместилось аж на полгода. В сегодняшний день у нас где-то около 34 человек работают. Два крана, два экскаватора. В общем, шесть КАМАЗов. Сейчас как раз завозят отсев, песок и так далее, и так далее. И полуприцепы. Сейчас должны привезти плиты перекрытия, кирпич. Поэтому пока на сегодня с транспортом проблем нет. Я могу сказать, очень хорошая школа. На современный... В данный момент я могу сказать однозначно, что в республике у нас такой школы и второй нету на сегодняшний день. Вот. Одно из самых лучших школ будет в момент сдачи этой школы. А вот вмешательство коронавируса как-то помешало строительству? Ну, минимально. Единственное, конечно, начало срока строительства, это было предусмотрено январь месяц, январь. Вот это сместилось на... В общем, почти полгода. Мы начали только в июне месяце. С первого июня только мы смогли начать. Конечно, действительно повлияло. Пока на сегодня у нас остановок нету, все идет по плану. Предполагается, что новая школа будет своего рода образовательным центром. И большой фронт работ намечен именно в области внеурочной деятельности. Большое количество полезной площади в школе, а это около 3,5 тысяч квадратных метров, позволит развиваться ребенку всесторонне. Также руководство Гюридовской школы предусмотрело некоторые варианты, при которых дети не будут терять время, пока строится их новое учреждение. У нас желание огромное, как бы, побыстрее, чтобы они завершили строительство, чтобы наши дети пришли в родную школу и учились здесь. А если говорить про учебный процесс на данный момент, никаких трудностей мы не испытываем. Вот. У нас за нашей школой закреплено, значит, 4 автобуса закреплены. Они нас возят, детей возят, детей отвозят, детей привозят. Мы занимаемся в Старой Джугуте. Вот. Очень доброжелательно нас там встретили. Вот. Все условия. Классы теплые, светлые. Занимаемся, ну, как бы, абсолютно ни в чем не нуждаемся. Все условия для нас есть. Ну, естественно, что, может, дорога там утомляет. Вот. Примерное расстояние отсюда в один конец составляет 7 километров. На данный момент, на данный момент, на сегодняшний день, количество учащихся у нас составляет 119 человек. Пока на строительной площадке кипит работа, ученики Геральдухской школы получают знания в образовательном учреждении соседнего аула Джигута, где уже учатся 80 детей. Приняли их радужно. И сейчас 119 школьников Геральдуха учатся во вторую смену. Трудовая деятельность учителя начальных классов Геральдухской школы Нафисат Батчаева исчисляется десятилетиями. За свой огромный стаж работы она выпустила в среднюю школу немало учеников. На Фисат приятно работать в стенах школы аула Джигута. Но все же в гостях хорошо, а дома лучше. Она ждет окончания строительства новой школы, так же, как и ее ученики. Наша школа, Геральдухская средняя школа, конечно, была самой старой школой в Карачаево-Черкесии. Еще она была построена в 1925 году. Давно нужно было нам построить новую школу. Нам обещали еще в 1991 году сдать школу на 165 мест. Но с развалом Советского Союза ничего не получилось. И, наконец-то, в этом году начали нам строить новую школу. Это нас радует, очень радует. И, конечно, мы учимся уже в другой школе. Нас приняли здесь хорошо. Коллектив доброжелательный. Помогает всем, чем могут. Все, что у них есть, они ни в чем не отказывают нам. Ну, мы не думаем, что нам плохо здесь. Хорошо. И я, например, тоже заканчивала эту старо-джубчинскую среднюю школу. В Геральдухе тогда не было средней школы. Мы сюда ходили. Пешком, 4,5 километра ходили, учились 10-11 класс. Закончили эту школу. Потом, конечно, каждый пошел, где учиться. Ну, в институты, кто может на работу и так далее. И с тех пор я, окончив Карачаево-Черкесский педагогический институт, работаю в Геральдухской средней школе до сих пор. Ну, я же говорю, средняя школа Аула Джугута, как бы наша родная школа также. И коллектив мне очень нравится. Они нам во всем помогают. Мы очень всем классом, даже всей школой ждем, пока ее достроят. Потому что она очень старая. А в нашей школе учится очень много человек. И они тоже очень хотят, чтобы она была красивой и хорошей. Чтобы в ней было лучше. И она была немного получше, чем тогда. Причин ждать новой школы учеников Геральдухской школы много. Новые классы, новая спортплощадка для игр, новая столовая. Перечислять можно долго. Но одна из главных причин – это учеба в одну смену. В Старой Джугутинской школе смена у них вторая. Занятия заканчиваются в шестом часу. Поэтому руководство школы усилило работу школьных автобусов, которые забирают и отвозят детей в согласно графику. Дети и преподаватели не жалуются. А наоборот, с огромной благодарностью отмечают гостеприимство школы Аула Джугута. Я знаю, что коллектив Старой Джугута относится к нам очень хорошо. Но единственное, дороги сильно утомляют. Наверное, постройку новой школы все мы очень сильно ждем. К сожалению, это мой последний класс, но очень хотелось бы закончить этот год в своей школе. Но, к сожалению, так не получается. Мы все нуждались в строительстве новой школы, потому что, например, в классе, в котором я училась, уже была разрушена стенка, то есть пошла трещина, и она с каждым годом увеличивалась. И стенка могла просто в любой момент разрушиться. А чего ты ждешь от новой школы? Ну, там будут наши свои кабинеты, также будет спортивный зал, где мы будем тренироваться по фейзре. А тогда не было. Мы на улице играли. Я где-то 12 лет работала у себя в Кирилдовике, в своей родной школе. Сама там проучилась, сама же туда вернулась и работаю там. Но в этом году нам пришлось сюда как бы ездить. Ну, сначала было непривычно, но потом мы привыкли потихоньку. Но все равно надо учиться, учимся. Но ждем этой школы с нетерпением, если честно. Очень ждем, каждый раз проезжаем, смотрим, что там доделали, выросли. Ну, даже, наверное, больше, чем дети ждем, скорее всего. Это очень большое событие для нашего аула. Почему? Потому что наша старая школа была 1925-го рождения. Тогда же пережила Вторую мировую войну, можно сказать, отечественную. И мы вот так учились сами, учились эти дети. Ну, там уже невозможно было работать, учиться. Ну, не было условий, не было залов, не было там для детей, чтобы они играли в спортзал и так далее. Ну, хотелось бы, чтобы поновее что-то было со всеми удобствами. И чтобы детям интересно и нам хорошо вести урок. Чтобы нам и можно было там с компьютерами как-то заниматься. Ну, чтобы и детям не скучно было. Видеть гостей в новой школе рады и сами ученики Джигутинской школы. Хотя они пересекаются в небольшое окно между занятиями в обед, завести новых друзей ученикам обоих школ уже удалось. А учителя и сами с удовольствием обмениваются опытом с коллегами. В этом году в нашей школе учимся не только мы, но и учащиеся аула Грюльды. Мы очень рады гостям и относимся к ним очень приветливо и дружелюбно. Надеемся на то, что они полюбят нашу школу так, как любим ее мы. Школа наша рассчитана на 286 человек. Как мы узнали, что Грюльдовская средняя школа будет заниматься у нас, мы ввели двухсменные занятия. В первой смене учится наша школа, во второй смене Грюльдовская средняя школа. В первой смене также у нас задействованы 14 кабинетов. За каждым классом первой смены закреплены кабинеты отдельные. Нет у нас уже кабинетной системы, как было раньше, в связи с ситуацией сложившейся в республике и в нашей стране. В первой смене также занимаются два класса Грюльдовской средней школы. Итого, получается, у нас в первой смене занимаются 14 классов. 12 классов нашей школы и два класса Грюльдовской средней школы. Также у нас есть нулевые уроки. Нулевые уроки мы расписали для детей, которые будут задавать экзамены. Для учащихся 9-11 классов нашей школы и для 9-11 в Грюльдовской средней школе. Три класса у нас, три кабинета во второй смене у нас свободны. В этих кабинетах как учащихся нашей школы, так и учащихся Грюльдовской средней школы занимаются внеурочной деятельностью. А вот учитель русского языка и литературы Грюльдовской школы Осиад Гачияева начинала свою трудовую деятельность именно в Джигутинской школе. Затем переехала в Грюльдовук. И по иронии судьбы теперь она снова преподает своей альма-матер. Приятно вспомнить былые добрые времена и работу в этих стенах, говорит педагог. Все условия созданы, никаких трудностей мы не испытываем. Наши дети даже рады таким изменениям в их жизни. Надеюсь, это ненадолго. Обещали через год нам построят новую хорошую школу и все будем учиться у себя в ауле. Особых условий у нас не было. Не хватало помещений. Это была самая главная проблема. Не хватало помещений. Работали в две смены. Свободных помещений для занятий, дополнительных занятий, для кружков обычно не хватало. А вот в этот период, осенний-зимний период, сразу темнело. И было очень трудно детишкам добираться домой. Субтитры создавал DimaTorzok квартал 2021 года. Всего за полтора года в ауле появится современнейшая школа с новой спортплощадкой, актовым залом на более чем 100 мест, просторной столовой и новыми кабинетами, в которых учеба будет приносить одно удовольствие. Такое событие радует всех – учеников, учителей, да и всех жителей аула Гирюль-Деук. Напомним, школа строится по решению главы Карачева Черкесии в рамках нацпроекта образования. К слову, эта инициатива направлена на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций. Национальный проект предполагает реализацию четырех основных направлений развития системы образования. Обновление его содержания, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой, а также создание необходимой современной инфраструктуры, которая не будет отвлекать от учебного процесса трещинами на стене, старыми окнами или же отсутствием спортплощадки или актового зала, который так необходим каждому учебному заведению. А какие еще объекты образования появятся в нашей республике в рамках нацпроекта? Мы расскажем в новом выпуске программы «Капитальная стройка».